Приветствую всех заглянувших! В этом видео мне хотелось бы показать свои детские книги, которые я приобрела в феврале месяце. Всего получилось 11 позиций. И сейчас я покажу и расскажу про каждую. Итак, начнем с вот этой вот красоты. Это книга Ребекки Дотремер «Стоящая жизнь Жакамина» Гейнсборо. Это очень увесистая книга, огромная просто, огромная. Она уже у меня была, я ее покупала. Но мне понадобилось подарить. И... В итоге я свой экземпляр подарила. Предварительно, конечно же, посмотрев, что еще есть в наличии, что можно купить. А потом себе быстренько заказала. Кстати, очень так хорошо она подорожала. Я, допустим, покупала примерно за 700 рублей. А повторно купила за 1250, что ли. То есть... Так понимаю, распродают-то еще тот же самый тираж. Хотя написано второе издание. Может, уже не тот же самый тираж. Вот. Подорожало все на 500 рублей. Очень красивая книга. Лиричная, глубокая. Размеры, да. Размеры поражают. Размеры впечатляют. Далее у меня «Кирпич». В прямом смысле этого слова. От издательства Сезатео. Это книга Кира Булычева «Приключения Алисы» с иллюстрациями Евгения Мигунова. Кирпич очень увесистый. Я взвешивала. Он где-то 2 килограмма почти весит. Ну, конечно, не знаю. Такую книгу никуда не возьмешь. Хотя можно взять, если ты на машине, да, в парк. Но, мне кажется, в большинстве случаев ее будешь дома читать. Я подумаю, может, я потом впоследствии избавлюсь еще от этого экземпляра. Куплю раздельные дома. Так, вот, быстро перестала. Потому что очень... Такие кирпичи очень неудобно даже брать и рассматривать иллюстрации. Честно. Хотя, вот, еще раз возьму эту книгу. Вот. Бюджетно. По цене очень даже бюджетно. Дальше. Издательство «Махаон» выпустил вторую часть книги. Астрид Лингрен. Карлсон, который живет на крыше. Опять прилетел. С иллюстрациями Савченко. Конечно же, мимо я пройти не могла. Я сразу же купила. Жду третью часть. И тоже себе прикуплю. Все забываю. Мне нужно как-нибудь засесть. Посмотреть, что у меня вообще Лингрен есть. Чего еще нет. И прикупить пусть будет. Потому что Лингрен я люблю. Ну и прочитать, допустим, «Мы с острова». Могу неправильно название сказать. Салькрокко, по-моему, или Сальтрокко. Не помню, надо уточнять. Я не читала. А их две части. Ну все ведь надо читать в своей жизни, правда. По крайней мере, классику. Вот. Чудесная книга. Это издательство Нигма. У меня, кстати, почему-то в этом месяце, точнее в феврале месяце, очень много книг от издательства Нигма. Это книга в творческом тандеме Лоренса Паули и Катрин Шерер. Рига и Роза. 31 история о чудных мелочах. Есть первая часть, где 28 историй. Ее я приобрету, но в марте уже. Потому что я приобрела вот эту. 31 историю прочитала, где-то меньше, чем за час. И мне так понравилось. Такие красивые иллюстрации. Такая простая жизненная философия. Вот я даже закладочку оставляла, чтобы вам зачитать. Кстати, вот такую вот закладку брала, открытку с тапиром, да, и фауна Малайзии, чтобы вам процитировать. Вот смотрите, в конце. Зачитаю. Бедный, бедный шарик, плакал ребенок. Позже, когда пришла Роза, Рига рассказал ей случившимся. Так, подождите. Извиняюсь. Шарик продолжал висеть на своем месте, призывно сверкая, переливаясь на солнце. Тогда Рига разбежался и запрыгнул на дерево, чего не делал уже много лет. Но сейчас это показалось таким легким делом. Он прыгнул на шарик с дерева и ударил его головой, как футболист отбивает мяч. И люди вокруг засмеялись. Шар опустился ниже, но продолжал висеть на землей. А Рига начал чувствовать усталость. Но ему так хотелось поймать эту блестящую красную штуку. И вот, при очередном броске, Рига попал по ней. Бабах! И воздушный шар лопнул, а люди за забором зааплодировали. Рига принюхался к обрывкам и вдруг услышал тонкий и тихий скрик. Бедный, бедный шарик! Плакал ребенок. Позже, когда пришла Роза, Рига рассказал ей случившимся. Только один ребенок заплакала. Большинству нравилось то, что я делала. Как думаешь, стоило ли лопать ту летающую штуку? Всегда ли большинство право? Или все же тоненький тихий плач весит больше? Но Роза лишь вздохнула. Рига, ну ради бога, ты же леопард. Ты вообще не должен о таком беспокоиться. И вот такой вот нехитрой жизненной философии проникнута вся книга. Нужно ли говорить, что она действительно чудесная? Точнее, повторять об этом. Еще одна книга. Это книга российского автора Марины Тараненко Ронди и Хру. Здесь ведется речь о том, что в сумках, чемоданах живут сумочники, в общем, живут интересные зверушки, чудные, разные, неведомые зверушки. И они иногда выползают, чтобы узнать, что же творится за пределами их мира. Вот они. Я так понимаю, изображены, кстати, что иллюстрация в этой книге, что, точнее, действительно, иллюстрация в этой книге это настоящая цветотерапия для глаз. Они все очень яркие, акварельные. Саму книгу я еще не читала. Я вообще думала, нужна ли она мне за 927 рублей. Потом решила поддержать отечественных авторов и приобрести. в итоге иллюстрации мне точно нравятся. Думаю, сама книга тоже не разочарует. Дальше у нас книга Майи Лазаревской, Лазаревской, извините, Доктор Скрипка. Вот такой вот форзес здесь интересный, да, с разными животными, очень мне понравился. Иллюстрации здесь Оксаны Шульки. Здесь тоже очень потрясающие. классные иллюстрации. Это книга о таком современном Докторе Айболите, ветеринаре, который лечит зверушек. Ситуации здесь забавные, с юмором книга написана. Мне очень понравилось. Дальше у нас книга Анемия Вандаэль с иллюстрациями Каролин Вестерман «Буду скучать». Не знаю, вот эта вот книга однодневка, я бы сказала, здесь иллюстрации только, да, ее спасают. Эта книга о том, что малыш-бобер, по-моему, грустит из-за того, что последний школьный день, и вот он будет скучать по своему классу, по занятиям, по учительнице. По-моему, это немецкая книга, книга немецких авторов, нет, нидерландских. Ну, я вот когда читала, я аннотацию, и потом уже книгу быстро, да, прочитала, чтение на 10 минут. Я подумала о том, что, не знаю, очень редко найдешь детей, которые будут грустить из-за того, что закончился учебный год. Какая-то книга из области фантастики, как по мне. Очень понравились иллюстрации. Ну, и сама, конечно же, книга тоже неплохая, но тот посыл, что малыш-бобер грустит из-за того, что закончились занятия, впереди каникулы. Нет, может, в Голландии все любят учебу, но я прям очень сомневаюсь. Так, антикварная, фу, антикварная, боже, что я уже несу. Букинистическая книга «Три брата и дочь судьи». Это сказки народов Кавказа, по-моему, с иллюстрациями... Да, сказки народов Северного Кавказа с иллюстрациями Павлинова. Книга 1967 года выпуска. Здесь есть иллюстрации, но вот, они не хотят показываться. Они все черно-белые, вот только одна. цветная вставка на авантитуль, у авантитульного листа. Так, и по содержанию, по содержанию здесь абазинские сказки, нагайские сказки, карачаевские сказки и черкесские сказки. Тоже весьма любопытная вещица. Книга Хелен Апарансири «Год в лесу». Книга издательства «Миф». Мне здесь очень понравились иллюстрации. Вообще, иллюстрации в цветовой гамме соответствуют каждому времени года. То есть, допустим, если лето, это какие-то зеленые тона, если это осень, то это что-то такое коричневое. Вот этот, кстати, ежик, он меня просто поразил. Любовь с первого взгляда. То есть, очень интересный посыл художника в этом плане, в плане, цветовой гаммы, которая соответствует каждому времени года. Петер Пен. Петер Пен у меня уже есть с одними иллюстрациями. С иллюстрациями этого художника у меня еще не было. Здесь художник Инна Бодрова. Но я не смогла пройти мимо. Здесь такие хорошие иллюстрации. Я уже, когда приобретаю себе очередную детскую книгу, я себя иногда пытаюсь уговаривать. Ну зачем? Ну у тебя есть. Потом во мне что-то перемыкает. Я понимаю, что жизнь одна. Если надо, если хочется, то надо брать. В конце концов, кого баловать, если не себя любимую? Себя, ты для себя самый важный человек в мире. И именно себя надо ставить всегда на первое место. И себя баловать, и себя любить, и к себе прислушиваться. Очень красивые иллюстрации, такие карандашные. Мне они прям очень понравились. на это бакинсическое издание 2012 года. Тоже купила за сущие копейки. И последняя книга. Книга Леонида Нечаева «Нищечку». А вы знаете, я вот тут прочитала, что «Нищечка» в аннотации, по-моему. Да, вот я просто аннотацию прочитаю. Это поиск о человеке, который в силу обстоятельств остается зимовать один в глухой заброшенной деревушке. Нищечка. Этим устаревшим уже в языке словом, оно имело значение любимое существо, сокровище, называет Иван медвежонка, который остался без матери и подружился с человеком. Природа сурова, утверждает автор, но добра в ней больше, чем зла, и в любых условиях все решает нравственные качества человека. Нищечка, я неправильное ударение поставила. В общем, меня заинтересовала очень понравилась обложка. Здесь иллюстрации Воронова, а потом уже, когда я начала читать аннотацию, мне понравилась аннотация. Ну, здесь у меня спорные моменты с иллюстрациями, потому что что-то нравится, что-то нет. Вот это, допустим, нравится, а есть тут вот, допустим, вот это очень такая страшная для меня иллюстрация. Вот это нравится. Вот это не очень. Особенно, наверное, как человека он рисует. прям наверное, мужчина так проиллюстрирован из-за одиночества, может быть, автор, художник это хотел показать такими иллюстрациями, да, потому что человек вырисован прям вырисован прям вообще ужасно. Так, ну, это все мои детские покупки, все мои детские книги, которые я приобрела в феврале месяце. и на этом у меня все. Желаю всем всего хорошего, чудесных книг, прекрасных открытий, здоровья вам и вашим близким, и, конечно же, до новых встреч! До новых встреч!